Приветствую, друзья! В последнее время у меня в почте много вопросов на темы повышенной влажности и плесени. Я понимаю, почему таких вопросов стало больше, но давайте для начала объясним, что когда я много раз прошу вас контролировать температуру и влажность в помещении, и прошу вас, например, использовать увлажнители воздуха, особенно во время отопительного сезона, то главное, к чему я вас призываю, сделать все, чтобы в помещении была нормальная влажность. То есть очень часто, когда я говорю, ребята, купите увлажнитель, как увлажнители, говорят мне, когда увлажнитель, то может быть астма из-за влажности, высокой астмы. Да, ребят, высокая влажность и размножение плесневых грибков, то есть плесени на фоне повышенной влажности, реально увеличивает, причем многократно увеличивает вероятность аллергических заболеваний и астмы в том числе. Более того, если есть высокая влажность, ухудшается течение астмы и некоторых других болезней дыхательных путей. Но я все время вас призываю к нормальной влажности. Нормальная влажность – это от 40 до 60%. Более 80% влажность – это называется сырость. И именно влажность более 80% способствует размножению плесневых грибков. И это плохо, и это реально влияет на здоровье человека, но тем не менее, дальше обращаю внимание, когда пытаешься найти современную литературу по поводу того, как жить с людям с повышенной влажностью, то все без исключения источники говорят о том, что повышенная влажность – это не медицинская проблема, а инженерная проблема. То есть, если мы не можем лишить проблемы благоустройства дома, создания нормального климата внутри помещения, то мы никак не можем поправить человеческое здоровье. То есть, если в данном помещении постоянно сырость, то надо решать этот вопрос. Еще раз говорю, у меня нет таблетки, нет такой медицинской рекомендации, которая позволит защитить вас от этой самой плесени. Кстати, объясняю, почему в последнее время таких писем о повышенной влажности стало больше. На территории моей страны есть такое понятие, как отопительный сезон. Более того, в нашем отопительном сезоне почему-то традиционно считается, что температура комфорта – это там 23-25 градусов. Несмотря на разговоры про экономию электричества, про экономию газа, про прикрутите батареи, тем не менее, вот нам хорошо, когда мы можем ходить зимой в трусах. А чем активнее мы отапливаем помещение, тем ниже влажность воздуха, поэтому для наших соотечественников полгода жары в помещениях, полгода отопительного сезона и полгода низкой влажности – это скорее правило ниже исключения. Сейчас, когда несколько миллионов моих соотечественников оказались за рубежом и живут в Польше, в Прибалтике, в Нидерландах, в Италии, многие столкнулись с проблемой, с реальной проблемой высокой влажности. Высокой влажности именно в зимнее время, в весеннее время. И что с этим делать? Итак, прежде всего, ребят, если мы обсуждаем тему высокой влажности, если вы видите в помещении плесень, то вам необходимо устройство контроля. Устройство контроля называется гигрометр. То есть вам нужно иметь простейшее устройство, которое показывает влажность воздуха. Это сейчас вообще не проблема. Покупаем в любом хозяйственном магазине. Если рядом с вами есть зоомагазин, там всегда есть гигрометры, поэтому идем за гигрометром. Еще раз обращаю внимание, 40-60 – нормально, ниже 40 – сухо, выше 60 – влажно, выше 80 – сыро. Есть плесень, однозначно сыро. Первое, над чем надо подумать – какая влажность за окном. Если за окном влажность нормальная, а в доме влажность высокая, то акцент должен быть сделан на вентиляцию. Приток воздуха – отток воздуха. Приточный вентилятор – вытяжной вентилятор. Вот так регулируется влажность, когда в доме влажно, а на улице не влажно. Послушайте, если в данном помещении есть какая-то труба, с которой вечно что-то капает, то ни один врач не решит вам эту проблему. Тем не менее, если за окном высокая влажность, в помещении высокая влажность, и как с этим быть, что делать, вы должны знать, что сейчас, в 21 веке, есть огромное количество устройств, которые называются осушители воздуха. Осушители воздуха. Они бывают бытовые, промышленные, профессиональные. Их сотни разных модификаций. Каждый такой осушитель имеет примерно площадь, на которую он ориентирован. Насколько литров воды он может в час убрать из этого помещения. Сколько он потребляет электроэнергии. Поэтому, если у вас высокая влажность на улице и в помещении, то решить эту проблему можно с помощью бытового осушителя воздуха. И вам надо сейчас обращаться не к врачам, а вот к продавцам климатической техники. Тем не менее, у большинства из вас в доме присутствует устройство, которое может понизить влажность воздуха. Это устройство, как называется? Правильно. Кондиционер. Вообще, вы должны знать, что первые кондиционеры появились, были изобретены с целью именно снижения влажности воздуха в помещении. Поэтому, любой кондиционер, включенный, естественно, реально уменьшает влажность воздуха. Еще раз обращаю внимание. Высокая влажность. Да, это плесень. Есть куча бытовой химии, начиная от элементарных отбеливателей на основе хлора. И с помощью этих растворов можно бороться с плесенью. Есть специальные средства, которые продаются в огромном количестве в хозяйственных магазинах для обработки стен, покрытых плесенью. Для очистки от плесени, всякого разного. Еще раз фиксирую внимание. Есть эта плесень. Да, выше риск аллергических заболеваний. Но никакой таблеткой защитить вас от этих заболеваний нельзя. Есть плесень. У вас климатическая техника. Правильные выводы. Вентиляция помещений. И будьте здоровы. А таблетки не дам. Делайте правильные выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин